Очень рады видеть вас на нашем сателлитном симпозиуме по вопросам сложных клинических случаев и взаимодействия между гастроэнтерологом и эндоскопистом. Сегодня мы будем говорить с вами о двух заболеваниях, это язвенный колит и болезнь крона. И постараемся разобрать примеры той эндоскопической практики, которую описывает нам врач-эндоскопист и как мы можем принимать решение с точки зрения лечения пациентов от той эндоскопической картины, которую мы видим. Будем вести совместно, я, Веселов Алексей Викторович, руководитель отдела по организации помощи пациентам с ВЗК, и Вик Владимирович Веселов, руководитель эндоскопического отделения наушно-медицинско-исследовательского центра коллапрактологии имени Рыжи. Но если будут вопросы, я так понимаю, что они задаются в чат. В конце будет представлен адрес моей электронной почты, в принципе, можно будет вопросом направлять туда. Ну и мы тогда приступим, просто несколько наши коллеги задержали, поэтому мы, извините, здесь тоже сейчас только-только вышли в эфир. Итак, что касается позиций, которые регулируют вопросы лечения воспалительных заболеваний кишечника, это, конечно же, клинические рекомендации по диагностике и лечению как язвенного калибра, так и болезни крона. Проекты и тех, и других рекомендаций были опубликованы в нашем журнале «Коллапрактология». Сейчас эти рекомендации по язвенному калиту утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации. Рекомендации по болезни крона в настоящее время находятся на стадии утверждения, то есть они полностью отправлены. Следует обратить внимание, что для определения активности процесса по язвенному калиту представлены в виде классификации. У нас несколько классификаций, которые представляет и Виктор Владимирович, но именно в клинических рекомендациях освещена классификация по Шрёдеру. Ваше слово. Ну, что выделяет эта классификация? Да, кстати, добрый день, уважаемые коллеги. Что она выделяет? Это норма или неактивное заболевание, то есть ремиссия, и три степени активности – минимальная, умеренная и выраженная. Что характерно для каждой из этих форм активности, мы с вами и поговорим. Давайте, Артем, открываем первую картинку. Итак, минимальная активность. Вот иноскопическая картина. Она может быть такой, как внизу, или такой, как вверху. Внизу, что мы видим с вами преимущественно, это мелкоточные геморрагии и единичные микрообсессы. На картинке, которая выше расположена, мы сами видим гиперемия, отёк, отсутствие сосудистого рисунка. Имеются единичные мелкоточные геморрагии, единичные микрообсессы и мелкие эрозии. Правильно ли я понимаю, что на эндофото сверху преобладает воспалительный компонент, а внизу преобладает геморрагический компонент? Я с вами полностью согласен, так оно есть и не только по эндоскопической картине, но и фактически, потому что у пациентов с геморрагическим компонентом имеются уже минимальные, но контактные кровообращения. Если мы посмотрим на наши клинические рекомендации, то для минимальной активности воспалительного процесса или лёгкой форме рекомендуется пациентам при первой атаке или рецидиве назначать препараты месолазина внутрь в максимальных терапевтических дозах в соответствии с инструкциями по применению месолазина. И при необходимости добавлять ректальные формы введения, если преобладает воспалительный процесс в прямой кишке, то это свечи, если это сигморидная кишка, нисходящая кишка, то это микроклизма. Для нас очень важно, чтобы эндоскопист описал локализацию воспалительного процесса. Если написано заключение, где просто сказано ясный калит, тотальное поражение, умеренная активность, для нас этого недостаточно. Мы надеемся всегда, что наши эндоскописты напишут нам, преобладает ли воспалительный компонент или геморрагический компонент. Несмотря на то, что сейчас нет достаточно высокого уровня доказательности таких терапевтических подходов, но мы для себя понимаем, что если преобладает воспалительный компонент, и чаще всего эти пациенты помимо жалоб типичных для резного калита, такие как частый жидкий стул с примесью крови и слизи, еще будут жаловаться на сдутие, бурление в животе. То есть присоединяется картина нарушения микрофлора и плюс, возможно, температура. Если мы говорим о геморрагическом компоненте, то чаще пациенты отмечают более выраженный геморрагический синдром и большое количество выделяемой крови в стуле. И такие пациенты, конечно, отмечают еще и анемию. Поэтому помимо базисной противовоспалительной терапии мы все-таки говорим обязательно о необходимости коррекции либо присоединения антибактериальной и пробиотической терапии, если мы говорим о варианте течения язвенного калита на верхнем эндофото, либо мы говорим о необходимости применения терапии, которая направлена на гемостаз. Это фото внизу. Но несколько слов следует отметить по выбору терапии. Мы, конечно же, сейчас все больше и больше внимания выбираем, общаемся с пациентами и говорим о соблюдении комплайнса. Но для того, чтобы нам убедить пациента принимать ту или иную вид терапии, мы, конечно же, должны опираться на те данные, которые опубликованы. Есть европейский консенсус. Я лично в своей практике очень часто к нему обращаюсь и обсуждаю с пациентами возможность как альтернативу формам обычного меслозина, применение матричной меслозина с медленным высвобождением, к которому относится препарат низовар. И особенно важно, что помимо геморрагического или воспалительного компонента, даже при минимальной активности, наши эндоскописты описывают нам тонус кишки. И мы оцениваем моторику в зависимости от выраженности тонуса. И, конечно, для нас очень важно, чтобы был препарат, который распределялся равномерно по всей толще кишки вне зависимости от скорости. Ну и, конечно же, очень важно это минимальное количество приемов препарата, для того, чтобы это было удобно, собственно, чем низовар и предпочтителен с точки зрения и возможности его применения. Но есть и другие формы язвенного колита. Какие же это, Вик Владимирович? Ну, переходим к умеренной активности. Вы знаете, что мы здесь можем видеть с вами? Уже сладкость, глаженная гаустрация плохо выражена, но еще прослеживается этот вид на верхнем свинке. На нижнем уже гаустрация практически отсутствует. Немножко сужен просвет ободочной кишки. Ну и мы видим уже типичную картину именно умеренной активности язвенного колита. Отсутствие сосудистых рисунок, имеется фильтрация слизистой оболочки, имеются довольно-таки крупные эрозии. Диаентром где-то 3-5 миллиметров, которые сливаются между собой, покрыты неразом фибрина. Ну, вот здесь мы с вами не видим, правда, спонтанные кататы кровоточивости, но, уверяю вас, она присутствует. Поэтому в этой ситуации, наверное, доктор-эндоскопист обязан написать умеренной активность воспалительных изменений. Кстати, вот немножко возвращаясь назад, действительно делается тотальная колоноскопия, пациенты осматриваются до клуба слепой кишки, и в этой ситуации обязательно осматривается еще терминальный отдел подвздошной кишки. Потому что при, допустим, такой активности наверняка можно в где-то процентов 15-20 в терминальном отделе подвздошной кишки ввести воспалительные изменения, которые мы трактуем как ретроградные илии. И обязательно описывается, если есть разная степень выраженности и активности в разных отделах толстой кишки, соответственно, и описывается, допустим, минимальная активность в слепой восходящей поперечной ободушке кишки, а умеренная активность в левых отделах толстой кишки. Это также помогает нашим клиницистам правильно подобрать терапию, так я понимаю. Совершенно верно. И если мы обратимся к рекомендациям, которые отмечают первую или рецидив при умеренной активности в средне-тяжелой и тяжелой форме, ну, прежде всего, конечно, мы говорим сейчас о средне-тяжелой, по тяжелому мы поговорим несколько позже, то стартовой базисной терапии рекомендуется также использовать препаратами салазина в соответствии с инструкциями. Но для умеренной активности язвенного колита мы, конечно, используем максимальную дозу 4 или 4,8 грамма. Также для нас очень важно это все-таки описание локализации воспалительного процесса. Одна ситуация, когда мы видим с вами минимальную активность на протяжении всей толстой кишки. Совсем другая ситуация, если нам говорят о том, что в каких-то отделах минимальная активность, а в каких-то отделах умеренная активность воспаления. Если умеренная активность локализуется в левых отделах, и это чаще всего, то, конечно же, мы помимо перорального приема предпочтение отдаем ректальным формам ведения. Если мы видим, что у пациента локализуется воспалительный процесс в правых отделах умеренной активности, а в левых минимальная, здесь, коллеги, очень важный момент. Нужно все-таки уточнить у пациента, а не проводил ли он самостоятельно какую-то терапию. Очень часто этот вопрос забывают задать, а он нам очень помогает сориентироваться. Например, когда мне пациент говорит, что, знаете, а я уже мне посоветую, я прочитал в интернете, и я начал делать те же микроклизмы с мисалозином. И если мы видим, что левые отделы уже на них ответили, мы понимаем, что здесь есть возможность дальнейшей терапии с мисалозином. Однако другая ситуация. Если мы, наоборот, видим выраженную активность, умеренную активность в левых отделах, а в правых минимальная, то есть и это только процесс ползучий, то есть еще язвенный колит расцветает. И, конечно, мы здесь можем прогнозировать, что для нас очень важно все-таки использование гормональной терапии. И, собственно, о чем и говорят наши клинические рекомендации, что у пациентов при неэффективности препаратов 5-миноксалецилата и отсутствии системных признаков воспаления целесообразно назначить топические стероиды. Однако, если уже имеются системные воспалительные реакции, такие как температура, возможно, выраженность диарейного синдрома, изменение метаболических нарушений, то, конечно же, надеяться на топические стероиды, наверное, не очень правильно. И здесь следует назначить системные глюкокортикостероиды для достижения терапевтического эффекта. Ну и, конечно, если мы понимаем, что эти пациенты уже получают не первый, а второй или третий курс, ну, чаще всего второй, потому что третий курс вообще нужно решать вопрос об изменении стратегии лечения пациентов, то, конечно, для терапии препаратами глюкокортикостероидами следует назначить еще и в комбинации либо азотиоприн, либо меркаптокурин в соответствующей дозировке. Однако, еще интересный момент, который часто задают коллеги, как мы поступаем с точки зрения первичного лечения пациентов с умеренной активностью во всей толще кишки. Чаще всего я в своей практике использую комбинированную терапию внутрь препарата месолазина и местно-ректальностероиды. Либо гидрокортизон, либо преднизолон, метилпреднизолон. И я очень подробно каждый раз с пациентом обсуждаю приготовление данных микроклизм. Как раз такая комбинированная терапия способствует, с одной стороны, быстрому, быстрой отмене препаратов глюкокортикостероидов, поскольку ректальные формы не требуют снижения дозы. С другой стороны, мы даем, выигрываем время для того, чтобы препараты месолазина начали работать. Я всегда обсуждаю дозировку с нашими пациентами и говорю, что при умеренной активности, конечно, целесообразно назначать все-таки максимальную дозу препаратов. В частности, если мы говорим о мезаванте, то это 4,8 градуса. Но, к сожалению, очень часто мы стали видеть, особенно после ситуации с коронавирусом, когда пациенты к нам не могли дойти не только к нам, а вообще в эндоскопическое отделение. Только что я прослушал доклад Сильвио Донеза. За три месяца в своем госпитале они сделали сумасшедшее количество колоноскопий, аж целых 4. Это говорит о том, что все-таки проблема не нашей страны, это проблема общемировая. На самом деле доступность к эндоскопическим методам исследования стала несколько ограничена в период ковид, и мы стали все чаще видеть именно такую форму. Виктор Владимирович. Я с вами не согласен, но, пожалуйста, вам типичные картины выражены активностью язвенного ковид. Но, смотрите, мы с вами немножко не сказали вот еще о чем. Если пациент у нас появляется впервые и манифестация у него не длительная, мы оказываем взять еще биопсию, чтобы морковые нам подсказали, что действительно язвенный ковид. Хотя те картинки, которые мы показывали, они действительно, ну, как студенческие, что ли, как школьные, они очень простые и действительно соответствуют этому заболеванию. Поэтому надо забывать и о биопсии. Мы берем из подушной кишки один флакон, второй флакон это будет восходящая кишка, третий это сигмовидная кишка, четвертая прямая кишка. Вот из этих отделов берется обязательно при первичном поступлении нашего пациента биопсия. В общем, вне зависимости от того, какая степень активности в этих отделах, о которых я уже рассказывал. Итак, переходим к выраженной активности язвенного калита. Но обратите внимание, здесь действительно воспалительные изменения более выражены, и в основном выражены это деструктивные изменения, то есть эрозивные язвенные. Уже это не эрозии, это уже язвы. Диаметром более 5-6 миллиметров, количество их где-то 10, даже больше на протяжении 10 сантиметров. Мы видим совершенно разрешенность слизистой оболочки. Вот, и здесь, ну, к сожалению, уже картинка отмытая. Также присутствует не только контактная, но и спонтанная кровоточимость. Мы с вами еще немножко не поговорили о том, а как же мы готовим этих пациентов для анископического исследования. Если в предыдущие три степени, это ремиссия, да, минимальная, и умеренная активность пациента готовится в основном препаратами полиэтиленгликоли, ну, в частности, допустим, препаратами МОВИПРЕП, то здесь, так как пациенты уже диарея больше, наверное, 5 раз в день, пациенты не готовятся, потому что они гораздо готовы лучше, чем если бы готовили или тем или иным препаратом. Поэтому здесь эти пациенты у нас довольно-таки относительно легко переносят процесс подготовки, потому что он фактически отсутствует. Но клинические, здесь уже проявления, гораздо более сложные, о которых вам расскажет Алексей Викторович. Вик Владимирович, все-таки очень часто мы слышим при общении с нашими коллегами вопрос, когда специалист заходит в кишку без подготовки и видит вот такую активность, в каких случаях нужно сделать тотальную колоноскопию, а в каких случаях следует остановиться? Ну, все-таки мы пока с вами говорим о выраженной активности, поэтому здесь можно сделать тотальную колоноскопию в этой ситуации. Только тогда, когда ваше исследование привысит пациенту болевую реакцию, тогда, да, действительно, может быть, остановиться и не делать эту колоноскопию. Хотя в наших условиях, используя радиационную методику продвинения колоноскопия по хвостной кишке, нам практически во всех случаях или во всех случаях удается сделать колоноскопию с относительно дискомфортным для исследований. Ну, а так как у нас лоскописты обладают разными способами проведения, многие, к сожалению, используют так называемую методику проталкивания, то в этой ситуации лучше остановиться, если пациент испытывает болевые ощущения или выполнить колоноскопию по хвостной кишке. Ещё интересный момент. Вы знаете, я совсем недавно наткнулся на одну выписку, где было написано буквально следующее. У пациента по клиническим проявлениям тяжёлая форма язвенного колита и эндоскопическое исследование рекомендовано после купирования воспалительного процесса. Как Вы относитесь к этой формулировке? Да, ну, здесь можно только немножко улыбнуться, потому что я не понимаю такой постановки вопроса, потому что надо же разобраться, почему у него не только клиническая картина язвенного колита, но какая теперь выросла с эндоскопической. Мы обязательно же сделать. Эндоскопический исследование будет даже в объёме сигмоскопии. Вот. И на самом деле, коллеги, это кроекольный камень. В рамках работы национального центра мы сейчас много выезжаем по субъектам и изучаем медицинскую документацию. И это действительно очень неправильный подход, потому что чуть позже мы покажем уже и иные формы воспалительных заболеваний кишечника и невоспалительных заболеваний кишечника, то есть не язву алкалипта, а дифференциальная диагностика. Но что следует отметить, что для нас очень важно, есть или нет слизистая, сохранена она или нет. По-моему, в этой презентации мы не покажем, одного пациента, но были у нас пациенты с тяжёлой, даже сверхтяжёлой формой язвы алкалипа, где мы видим перспективу, когда видна слизистая. Если слизистая ещё как-то сохранена, и мы понимаем, что у нас есть резерв для того, чтобы её нарастить, это одна ситуация. Если мы при выполнении эндоскопического исследования видим те картины, которые покажут чуть позже Виктор Владимирович, то, конечно, мы понимаем, что там уже следует всё-таки отдать предпочтение хирургическому лечению. Но если мы обратимся к нашим клиническим рекомендациям, то лечение выраженной и тяжёлой формы язвенного алкалипа, конечно же, предусматривает быстрого и системного назначения глюкокортикостероидов. При том, что если у вас по клиническим проявлениям вы видите активность, ну, стул 4-5-6 раз, нет температуры, нет каких-то выраженных системных проявлений, то можно начать глюкокортикостероиды, преднизолон в дозировке 1 мг-килограмм массы тела таблетировано. Если же всё-таки мы видим системные проявления, то всё-таки мы рекомендуем назначать, стартовать лечение с внутривенной введения преднизолона, и тогда всё-таки используем дозу 2 мг на килограмм массы тела. Ещё важный момент, что нужно всё-таки максимальную дозу держать не более 2 недель. 2 недели – это тот срок, при котором мы должны решить вопрос. Либо мы меняем терапию, либо мы уже переходим на снижение. Дольше, чем 2 недели применять максимальную дозу гормональной терапии смысла нет. Более того, всё-таки в нашем центре, конечно, мы 2 недели практически никогда не ждём. Уже через неделю у нас всегда проводится совместный консилиум для того, чтобы определить, а, есть ответ на гормоны, то есть это не гормонозависимая, не гормонорезистентная форма, тогда мы продолжаем терапию и коррелируем метаболические нарушения. И второй сценарий – разникает какая-то признаки гормональной резистентности. Вроде стало получше, но мы понимаем, что эффект нестабильный. Мы выполняем сигмоскопию. И цель сигмоскопии – не столько оценить эффективность гормональной терапии, а прежде всего посмотреть, не происходит ли катастрофа в кишке. Потому что мы каждый раз балансируем на грани между тем термином, который очень часто я слышал от моих учителей. Пациент покатился, то есть ухудшается. Либо мы понимаем, что терапия продолжается, но нет достаточного эффекта, и тогда мы говорим о необходимости проведения биологической терапии. И, конечно, здесь у нас сейчас большой профиль. В нашем центре представлено это всеми препаратами. Если говорить о выраженной активности язвенного калита, конечно, мы даем предпочтение препаратам, которые имеют максимально быстрый эффект. Это инфлексимаб или топацетини. Однако, если мы говорим о препаратах, когда у пациента есть запас времени, мы видим ответ на гормональную терапию. Но ответ недостаточный. То как раз здесь, наверное, нужно отдать предпочтение в пользу селективных препаратов и препаратов с наименьшим спектром побочных эффектов или наилучшим спектром безопасности. И при ответе на гормональную терапию, но недостаточном, мы все-таки можем решать вопрос, в том числе и назначение бедоризумаба. Очень важно помнить, что, и это прописано в наших клинических рекомендациях, что при достижении эффекта на биологической терапии необходимо проводить поддерживающую терапию этими же препаратами в соответствии с инструкцией на применение как минимум 2 года для поддержания ремиссии. Обратите внимание, в современных утвержденных формулировках впервые появился именно срок. Хотя мы все-таки говорим сейчас больше о терапии пожизненной. И тут на самом деле очень важно помнить, что пациенты, которые получают биологическую терапию, имеют лучший прогноз, чем те, которым была эта терапия прекращена по немедицинским показаниям. Ну и, Виктор Владимирович, все-таки мы переходим с вами к более печальному сценарию. Это сверхтяжелая форма язвеноколита. Расскажите нам о ней, пожалуйста. С этой формой язвеноколита мы столкнулись лет 15 тому назад, когда впервые я увидел пациента, у которого анализ заболевания было немногим более месяца, который лечился в Водкесской больнице, и в связи с тем, что она была неэффективна, перевели к нам. Что я мог поставить в туалет, для питаться в водоту и в такую картину? Конечно, болезнь Грома. Глубокие язвы, слизистые оболочки практически отсутствуют, прям чуть не трансмуральное поражение толстой кишки. Пациент был оперирован, была рутная колоктомия. И известный наш морфолог, профессор Капулин, при исследовании макопрепарата, сообщил вам, что это не болезнь Грома, а это очень-очень тяжелая форма язвеноколита. И буквально через неделю поступает также молодая женщина, например, с такой же клинической картиной. И энероскопическая картина была действительно примерно такая же, только более еще выраженная, потому что, зайдя в прямую кишку и увидев умеренные изменения воспалительные, колоктом был проведен до сегмовидной кишки. И я вначале не помню, что ли нам пациенту не тут дали, то ли я что-то не понимаю, там практически как бы якобы слизистая оболочка была, вроде бы как. Пациентка была без подготовки, даже какой-то сосудистый рисунок просматривался. Но когда эндоскоп был извлечен прямой кишкой, все было сразу понятно, что слизистая оболочка прямой кишки существовала, осталась, а в сегмовидной кишке ее не было. То есть была такая вот форма, как Ниагарский водопад. Слизистая оболочка отректирована, а дальше ее просто нет. Вот такую форму мы также увидели, и с тех пор уже стали обращать внимание на эту сверхтяжелую форму язвенного колита, которая раньше называлась фуминантная или молниеносная, то есть внезапно возникшая. И вот давайте посмотрим, чем она характеризуется с точки зрения эндоскопии. Это либо обширные язвы окруженные, инцидентрированной слизистой оболочкой, либо это глубокие-глубокие-глубокие язвенные дефекты, также окруженные вот этой инцидентрированной слизистой оболочкой. Причем, обратите, вы знаете, изменения могут нарастать в прямой кишке, как я уже говорил, они могут быть умеренными или минимальными, а в синомиде и их кишке вот такие выраженные, выраженные изменения. Причем у нас есть такой дифференциальный признак, он не совсем, конечно, научный, но если пациент пришел сам, и мы видим такую картинку, то скорее всего это болезнь корона. А если пациента привезли, то это сверхтяжелая форма язвенной корида. Почему? Потому что пациенты, они привыкли к этим изменениям, они легче переносят такие выраженные изменения, чем пациенты с язвенной коридой. Ну а все-таки, а что касается рекомендаций для эндоскопистов, как им поступать в этой ситуации? Делать ли тотальную полноскопию или остановиться? Нужна или не нужна, например, какая-то дополнительная консультация? Что вы можете посоветовать? Ну вот обратите внимание на картинки, они очень, с точки зрения эндоскопии, качественные. Но опять повторюсь, эти пациенты были осмотрены без всякой подготовки. В этой ситуации мы поступаем таким образом, что если вот эта типичная картина, то, что начинается сегмовидной кишки нисходящей, достаточно больше смотреть и продвигать колоскоп. Проксимальное отделение от необходимости, потому что и так понятно, что пациенту или надо срочно очень тяжело лечить, или готовить его к операции. Поэтому достаточно того, что мы посмотрели с вами 10-20 сантиметров такого выраженного воспалительного изменения и поставили правильный диагноз. Я вот так думаю, что... И, кстати, еще к вопросу о биопсии. Никакой биопсии здесь брать не надо. Да, вчера возник этот вопрос у наших коллег из Санкт-Петербурга, что мы демонстрировали пациента со сверхтяжелой формы язвенного колита. А возник вопрос, вы знаете, причем он возник от морфолога, говорит, вы зря не взяли биопсию. Говорит, я бы все-таки посмотрел, возможно, там были признаки болезни крона. Ну, знаете, по мемерабельным данным, доказаны всеми другими способами болезни крона. Эффективность биопсии не более 15%. Я тоже считаю так же, поэтому здесь очень важный комментарий, что действительно биопсию здесь брать не только не нужно, но и это противопоказано. Но что касается лечения, у нас в клинических рекомендациях по язвенному колиту в настоящее время выделен отдельный раздел по сверхтяжелой форме, и мы всегда говорим о необходимости решения максимально быстрые сроки. Поэтому первое, что в нашем центре, например, проводится, пациенты с такой формой язвенного колита всегда осматриваются тремя специалистами. Эндоскопию, естественно, делает врач-эндоскопист, но обязательно присутствует врач-гастроэнтеролог и врач-полопрактолог, потому что здесь же в кабинете у эндоскописта принимается дальнейшее решение. Если есть перспективы и возможности, во-первых, состояния самого пациента, плюс состояние слизистой оболочки, которая говорит о возможности использования сверхвысоких доз глюкокортикостероидов и начале терапии инфлексимабом или топоценибом, то мы пытаемся начать эту терапию. Если мы понимаем, что здесь уже перспектив консервативной терапии нет никаких, то хирургическое вмешательство должно быть выполнено в течение 24 часов от момента осмотра. Но чаще всего это происходит у нас в день обращения, в день поступления. Собственно, это и отражается в клинических рекомендациях, в виде комментариев, что эффективность консервативной терапии при сверхтяжелой атаке язвенного колита не превышает 50%, и, собственно, эти пациенты должны наблюдаться регулярно, постоянно. И если даже было принято решение о начале консервативной терапии, то уже через трое суток должен быть проведен очередной консилиум и очень четко оценить возможность, падают ли белки или они стабилизированы, падает ли уровень гемоглобина, как ведут себя электролиты и так далее. Поэтому здесь, конечно, коллеги, очень важно действительно максимально быстро принимать решения. К сожалению, я вчера не уточнил, у нас были те, кто присутствовал на Акваколе, был действительно демонстративный пример из Ярославля, где пациентку по ошибке направили на подозрение с онкологическое заболевание. Наши коллеги-эндоскописты сразу же поставили диагноз сверхтяжелой формы язвенного колита, они перевели эту пациентку в этот же день в областную больницу, но со слов наших коллег, она, к сожалению, погибла. И здесь действительно очень важно понять, либо это уже были необратимые метаболические нарушения, либо все-таки здесь возможен дефект сроков оказания хирургического этапа лечения. К сожалению, мы видим на тех проверках, которые проводим, что очень часто этих пациентов пытаются лечить неделю, а то и больше. Здесь решают все часы. Ну и, Виктор Владимирович, я знаю, что Вы хотели здесь поговорить немножко о дифференциальной диагностике. Дадите Ваши комментарии. Да, ну вот опять я как эндоскопист говорю, что пациент этот осмотрен был без подготовки. Смотрите, картинка позволяет оценить ее с точки зрения эндоскопии абсолютно правильно. Что же мы по эндоскопической картине можем сказать? Либо это болезнь кронофаза и автовища, или язвенная корица в это тяжелая форма. Чем обычно можно пользоваться в качестве дифференциального диагноза? Тем, что окружающие эти язвы, участки слизистой облочки при сверхтяжелой форме язвенного корица с выраженными воспалительными изменениями, а при болезни крона с небольшими изменениями. Но вот здесь, посмотрите, на верхних кадрах, слизистой облочки выражены и фильтрированы. На нижних можно сказать, что она менее воспалена. Но все-таки с точки зрения эндоскопической, в основе диагноза были определенные затруднения. Но если мы посмотрим на правый верхний кадр, мы увидим перфоративное отверстие в правом верхнем углу, что свидетельствует пользу болезни крона. Тем более, что в клинической картине это болезнь крона в форме яйца колита. Пациент был оперирован и при морфологическом исследовании маркового аппарата действительно была подтверждена болезнь крона. Так, а вот здесь? Вот к нам часто направляют пациентов, у которых имеется воспалительный полипоз, под маркой воспалительных полипов, которые бывают при яйзенном колите. Вот это и капполипоз, это и лифоидные полипы, это и поликистоз, это и псевдомиорозный колит, и немдриоз, и даже, знаете, ангидисплазия. Это те диагнозы, которые мы уже поставили у себя в институте. А на полиплом диагнозе это был яйзеноколит, воспалительный полипоз или яйзеноколит, псевдополипоз. Но нам приходится, конечно, разбираться с этими пациентами. Ну, капполипоз похож на яйзеноколит, но здесь совершенно другие воспалительные полипы. Они все с шапочкой такого налёда фибрина. И при, если бы был немножко другой кадр, при осмотре в условиях увеличения, там имеются просто гипоплотические изменения. Ну, а лифоидные полипы, конечно, похожи на воспалительные полипы, но всё равно другой, имея архитектонику, не говоря уже о ботоническом исследовании, если взять биопсию из этих изменений. Поликистоз, да, вот это очень необычная совершенно картина, которая похожа на воспалительный полипоз, но здесь при биопсии это слизистая оболочка, а при вскрытии вот этих вот кист выделяется прозрачная жидкость. Но псевдополипозоколит совершенно другая картина. Это жёлтые или немножко бывают розоватые покрытия вот на этих разрушающихся участках. К сожалению, сейчас псевдополипозоколит, он довольно-таки часто возникает, особенно у пациентов, которые лечатся антибиотиками. Эндометриоз, похож, да, но, как правило, передняя стенка, это, естественно, женщина и картина. Можется напоминать воспалительный полипоз, но от неё, конечно, отличается. Но не говоря уже об англодисклазии, вот эти мы видим сосуды, ярко выступающие такого багрово-сидюшного цвета, которые, конечно, никакого отношения к язву алкалиту, нексидополипозу не имеют. А скажите, пожалуйста, а при ангиодисплазии возможно, нужно брать биопсию? Я думаю, что не стоит брать биопсию. Действительно, картинка очень типичная. Но эндоскописты, как правило, её абсолютно правильно интерпретируют, правильно диагноз. Это важный момент, потому что очень часто нам даже при ангиодисплазии, я почему-то задал этот вопрос, был у нас один врач-эксперт и сказал, почему же вы не взяли биопсию? Я говорю, вы хотите, чтобы мы убили пациента? Ну, убить не убить, но, по крайней мере, навредили бы точно. Навредили бы точно. Ну, и возвращаясь к язвенному колиту, самое благостное слово и для пациента, и для врача, это всё-таки ремиссия. Мы очень любим это слово, и у нас даже периодически бывает слоган такой, да, ремиссия достижима. Что вы можете сказать по этим эндофотографиям? Ну, вот ремиссия – это есть показатель того, когда мы вижу пациента вот в эту фазу, в какой степени выраженности был язвен колит в период активности. Если это была незначительная, минимальная активность, то, как правило, просто перестроено сосудистого рисунка не более того. Если была умеренная активность, то это уже и несколько сложный просвет кишки, и гаустрация отсутствует, и мы видим даже рубцовые изменения, тут в верхней и нижней правой слайды. И если была очень выраженная активность, то появляется вот та картина, которую мы видим на нижнем левом слайде – это воспалительный полипос. Здесь могут быть как и воспалительные полипы, как и псевдополипы. Воспалительные полипы по профилогической структуре все это грудационная ткань, а псевдополипы, нечто похожее на полипы или неполипы – это слизистые бейтяжки, то есть фактически она будет слизистая оболочка. Ну и, коллеги, что очень важно, что при достижении ремиссии, у нас это четко прописано в клинических рекомендациях, мы обязаны продолжить противорецидивную терапию. Неназначение противорецидивной терапии – это на данный момент один из грубейших дефектов оказания медицинской помощи пациентам с ВЗК. И если достигнута ремиссия на фоне препаратов 5-аминсалициловой кислоты, мислотинов, то, конечно же, следует продолжить прием этих препаратов, причем длительно и постоянно. Несколько слов я скажу позже, потом о канцер-превенции. И, конечно же, если была достигнута терапия у пациентов с преимущественным поражением дистальных отделов толстой кишки, то помимо перорального приема мислотинов, мы рекомендуем применение ректальных форм по схеме терапии выходного дня. Что для нас очень важно? Мы сегодня говорим с вами о достижении именно эндоскопической ремиссии. И, например, в исследовании, которое было продемонстрировано в 2018 году, именно Майкл Кам провел это исследование сравнительное и показал, что именно не только клиническую, но и эндоскопическую ремиссию. И иногда мы видим такую картину. Нам эндоскописты описывают выраженный воспалительный полипоз, в том числе как ковер. Но как прокомментируете энди-энд фотографии, Вик Владимирович? Ну, вот здесь написано воспалительный полипоз. Может быть, даже это не скорее воспалительный полипоз, хотя можно сказать, что на левом слайде мы видим действительно преимущественно воспалительный полипоз. Это псевдополипоз. То есть уже исход вот такой очень тяжелой формы язвенного колита. И в этой ситуации... Да. Ну, понимаете, вот, допустим, ну, это все-таки очень сложная картинка, хотя я и о ней скажу. Вот если обратиться к предыдущей картинке, ну, в принципе, и этим. Вот пациент впервые поступает к нам в институт. У нас нет ни фотодокументации, нет ни виде документации, а мы смотрим только пациента впервые. Так вот что нужно поставить? Я издеколит? Или просто воспалительный полипоз? Псевдополипоз? Ну, вы, скорее всего, если у нас нет данных, то тогда целесообразно написать картину перенесенного уровня воспаления с исходом в воспалительный полипоз. Воспалительный полипоз, и обязательно взять биопсию, чтобы морковь, в принципе, мог подсказать, какого характера воспаления было и еще присутствует. Поэтому я и говорю, что в той ситуации, когда мы видим только перенесенный уровень воспалительного процесса, не знает пациента, скорее всего, так и напишет. Ну, можно, в принципе, в скобках написать свое мнение, свои умозаключения по этому поводу, потому что мы же не видим типичных представителей этого заболевания. Поэтому можно все-таки рассказать вам, что вам кажется, что все-таки больше это соответствует язнему, коллективу, или, допустим, радиотипронизации того, что мы с вами в этот раз будем. Ну, и несколько слов я хотел бы услышать от вас по рекомендациям диагностики плоских неполиповидных образований. Что такое хромоскопия и с чем ее едят? Ну, в настоящее время у нас подходы к пациентам, мы ведь сами разобрались в случае, когда у них имеются выраженные изменения, а есть пациенты довольно-таки длительно, которые к нам входят в период ремиссии, о котором мы тоже сказали. И если раньше мы после 10 лет, а нам из-за язвенного крита, начинали пристально искать у них изменения, которые могут потом перерасти в рамках на фоне язвенного колита, то теперь мы где-то с 6 лет начинаем вот эти все поиски. И если раньше мы делали так называемую поисковую биопсию, то сейчас в основном перешли мы к не поисковой, а к прицельной биопсии. Если при поисковой биопсии, то берется из 10 точек, начиная со слепой кишки, по 2-3 биоптата, вслепую, то есть просто произвольно, и идет поиск чего? Поиск очагов дисплазии. То сейчас наше исследование показало, что можно и лучше, не только наши исследования, и мировые исследования, потому что прицельная биопсия гораздо более информативна, чем поисковая. А количество биоптатов гораздо уменьшается, вот нашим бархановым легче работать с нами. Что мы используем на эту хромоскопию, либо ту, которая показана на этих слайдах, это с использованием единого кармина 0,4% или 0,2%. Или у нас есть возможность при биоптатическом исследовании не делать как таковую саму хромоскопию с красителями, а делать так называемую виртуальную хромоскопию с использованием узкого спектра света. Они теперь оказываются при мировым данном и нашим данным, они в принципе одинаково эффективны. Что хромоскопия с использованием красителей, что хромоскопия виртуальная, а с осмотром узкого спектра света. Ну что мы с вами видим на верхних слайдах? Обратите внимание, в белом свете довольно-таки не очень заметно, что имеются какие-то диспатические изменения, а при хромоскопии появляются очаги диффузной гиперплазии. И причем он такой лучший вид, когда диффузной гиперплазии не разбавлены. На 4% по сравнению с 0-2% по сравнению с диффузной гиперплазии. А вот все-таки с точки зрения терминологии, я извиняюсь, небольшой вопрос. Корректнее использовать термин виртуальная хромоскопия или оптическая хромоскопия? Ну здесь имеется к слову хромоскопия как таковой. Хром это окрашивание, значит у нас обычно хромоскопия, а когда используется узкий спектр света, мы же ничего не окрашиваем, поэтому виртуальная хромоскопия. Просто тогда действительно очень важно эту дефиницию занести, потому что очень многие пациенты слово виртуальное подразумевают как телемедицина и так далее. То есть они не относятся. Да, что это вообще не выполнялось. Где-то рядом, но не с ними. Да, я думаю, здесь действительно. Или осмотр в устром спектре света, так и оставить, собственно, как на технологии и есть. И назовем. Вот. Несколько комментариев по этому слайду. Ну очень интересно. Это пациент, у которого, это один и тот же пациент, у которого имеются так называемые воспалительные полипы, но и полипы аденоматозные, истинные полипы. Если верхний мы видим саммисит, это воспалительный полип, который можно оценить в шапочке слизи, выраженное тело, воспаленное. И не имеющее отношения по, если я доскользиться слушать меня, трудно оценить, каким ямкам эпитерия по куду можно отнести эти изменения. Они нерегулярные, но не беструктурные. Но так выглядит истинная воспалительная полипа. Так как внизу виден типичный представитель железных полипов аденоматозных, и ямки эпитерии прекрасно видны, даже вот без всякого увеличения и без хромоскопии, что ямки эпитерии соответствуют третьему ЭД, четвертому типу плод эскуда. После эндоскопического удаления на морфонге именно так и написали. Верхний это воспалительный полип, а нижний это тубулярный аденомоз также с воспалительными изменениями, то есть это адоматозный полип, больной язнью калибр. Большое спасибо. А здесь? Ну вот эти вот так называемые неполиповидные образования, они присущи именно пациентам с язнью калибр. У пациентов обычных таких образований не наблюдается. Если раньше, благодаря нашим морфологам, мы оценивали это как полиповидно-толочные участки гиперплодибной слизистой оболочки, то сейчас эти именно изменения мы рассматриваем как изменения, имеющие в себе диспластические изменения слизистой оболочки. Поэтому в этой ситуации, в такие образования, нужно обязательно брать биопсию, чтобы посмотреть, в какой же степени там дисплазия, как в данном случае, значительная. А в этой ситуации нужно делать, что полуправление, к сожалению. Ну и несколько слов о тактике и частоте использования хромоскопии, будь то с использованием индигокармина или с использованием специальных узков спетросвета. Стратификация пациентов должна быть на низкий, средний и высокий риск. И если у пациентов имеется низкий риск развития колоректального рака, то полуноскопия с использованием хромоскопии должна выполняться не реже, чем раз в 5 лет, со средним риском не реже, чем один раз в 3 года, а с высоким риском ежегодно. И более того, я хочу сказать, что если нет возможности выполнять в субъекте такой виды исследований, все равно нужно отразить и маршрутизировать это пациента в те медицинские организации, где есть возможность выполнения такого исследования. И поверьте мне, когда такие пациенты будут вдруг уезжать за пределы субъекта, администрация будет делать все возможное, чтобы приобрести оборудование и развить те технологии, которые позволяют полноценно наблюдать пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Мы сегодня говорили уже с вами о подготовке и очень активно в нашем центре мы используем малообъемные препараты, которые рекомендованы и в том числе Европейским обществом гастроинтестинальных эндоскопистов. Мы знаем, что был страх, возможность, что аскорбиновая кислота может оказывать какое-то повреждающее действие у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Ничего подобного этого нет, и здесь как раз продемонстрированы данные по этому поводу. Мы можем сказать, что имеем и наш личный опыт, потому что когда были регистрационные исследования, у нас прошло около 50-46, если быть точно, пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Ни у одного из пациентов на уровне аскорбиновой кислоты мы не видели никаких повреждений. Что важно, препараты малообъемные вызывают меньше тошноты, а раз меньше тошноты, то, соответственно, больший шанс, что пациент полностью выполнит все наши рекомендации. А если он полностью выполнит все наши рекомендации, соблюдает комплайнс, то он будет идеально готов. Собственно, это их подтверждает хорошую переносимость у пациентов с язвенным колитом. Они абсолютно спокойно переносят эти препараты, и поскольку вынуждены часто готовиться к колоноскопии, представляете, раз в год. А если это молодые люди, то впереди у них 50-60 колоноскопий, соответственно, им нужно выбрать идеальный препарат для подготовки. Но и в конце мы хотели бы все-таки напомнить, что очень важно иметь прямой диалог с пациентом, проверять комплайнс. Только что Сильве Адонезе, я просто восхищен его презентацией, он показал, что они порядка 40% пациентов перевели на режим телемедицинских консультаций, с каждым был подписан договор, с каждым был подписан режим его консультирования. Это огромная работа орг-отдела, я представляю, что это такое. У них в их центре ВЗК порядка 7 тысяч пациентов. И, собственно, они говорят о возможности регулярного посещения врача не только очно, но и с точки зрения проведения телемедицинских консультаций. И, конечно же, не нужно бояться избегать колоноскопию, потому что до сих пор у нас во многих субъектах, да вы что, зачем вам не нужна колоноскопия, давайте там посмотрим фекальный кальпротектин и так далее. Никакой фекальный кальпротектин ни в коем случае не покажет те изменения, которые мы сейчас видели с вами. Поэтому большое спасибо за внимание. У нас, к сожалению, не осталось уже времени, я не знаю, есть ли в чате вопросы. Если возникают вопросы, ради бога, вы можете присылать их нам в адрес электронной почты. Я еще раз верну тогда презентацию. И на все вопросы мы, конечно, с Викой Владимировичем постараемся к вам ответить. Если вопросы клинического характера, вчера у нас на Кваколе несколько таких вопросов было, что мы рекомендуем? Отправляйте через телемедицинские консультации. У нас ежедневно, у нас теперь создан специальный отдел по ТМК, мы принимаем все консультации и даем не просто какие-то пространства, а совершенно конкретные ответы с лечением, потому что и вы получаете назад протокол с печатью гербовой, подписанной. То есть это абсолютно легитимная нормативная база. Большое вам спасибо за внимание. И надеюсь, что сегодняшняя презентация наша была вам полезна. Всего вам доброго. Я очень рад, что мы встретились вновь с эндоскопистами на нашем любимом форуме. Всего хорошего. До новых встреч.